Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию «Фантастические миры» Герберта Уэллса. Английский писатель и публицист Герберт Уэллс больше всего известен своими научно-фантастическими романами. Кто же не читал «Человека-небедимку», «Машину времени» или «Войну миров»? Однако на счету неутомимого британца более 40 романов, несколько десятков томов философских работ, труды о социализме, национализме и войнах, сценарии фильмов и книги для детей. В его обширном творческом наследии есть место необычных работ, а в его насыщенной биографии немало неожиданных поворотов, встреч и историй. В 2023 году исполняется 125 лет со дня выхода, пожалуй, самого известного романа Герберта Уэллса. Именно «Война миров» стала отправной точкой во всех последующих фантазиях об инопланетных вторжениях на Землю. И в то же время «Война миров» разительно отличается от своих многочисленных последователей, прежде всего своей самобытностью. Автору просто не на что было ориентироваться, и поэтому он строил сюжет книги, рисовал ее реальность только так, как считал нужным. Научно-фантастический роман «Война миров» был впервые опубликован в 1897 году. Первоначально печатался на страницах журналов «Персон Магазин» в Великобритании и «Космополитам США». В виде отдельной книги роман впервые выпустило издательство Уильяма Хайнмана в 1898 году. «Война миров» описывает вторжение пришельцев, марсиан, на Землю и является одним из первых описаний подобного конфликта в литературе. События романа, описываемые от первого лица безымянным героем-очевидцем, происходят в Южной Англии, в том числе в окрестностях городка Уокинг, где жил и работал сам Уэллс, и в Лондоне. Марсиане легко побеждают британскую армию и массово истребляют людей, но сами становятся жертвами болезни, вызванной земными бактериями. На момент публикации «Война миров» представляла собой необычное воплощение популярной в то время в Великобритании литературы вторжения, в котором вместо реальных европейских держав стране угрожал фантастический враг – марсиане. Критики интерпретировали роман как комментарий по поводу эволюционного учения британского империализма и в целом страхов, предрассудков и стереотипов викторианской эпохи. Книгу описывали как научный роман, как и предыдущий роман Уэллса «Машина времени». «Война миров» сохраняла популярность в течение всего XX века, выдержав множество изданий на множестве языков мира. По ее мотивам выпускались фильмы, музыкальные альбомы, радиопостановки, комиксы и многие другие произведения. Особую известность получила американская радиопостановка романа 1938 года, стилизованная под выпуск новостей и вызвавшая массовую панику среди слушателей. «Война миров» является одной из классических книг в жанре научной фантастики, оказавшей огромное влияние на жанр в целом. Описания фантастических технологий в романе, предвосхищавшей развитие военной и космической техники в XX веке, повлияли и на развитие реальной науки. Так, один из пионеров ракетостроения Роберт Годдард утверждал, что именно «Война миров» вызвала у него интерес к освоению космоса. Если говорить об истории создания, то «Война миров» — четвертый роман Герберта Уэллса и относится к его ранним произведениям. Как признают исследователи творчества, идея книги носилась в воздухе, и Уэллс был бы вдохновлен несколькими обстоятельствами, совпавшими в конце XIX века. В 1877 и 1892 году астрономы имели возможность детально наблюдать Марс во время его великого противостояния. Именно тогда были открыты спутники Марса, достаточно детально изучены полярные шапки и система так называемых каналов на поверхности планеты. В 1896 году известный астроном Персиваль Уэлл опубликовал книгу, где высказал предположения о возможности существования жизни на Марсе. В 1894 году французский астроном Жавель наблюдал некую вспышку на поверхности Марса, что прямо отражено в книге. Исследования астрономов произвели большое впечатление на Уэллса и серьезно повлияли на сюжет будущей книги. Впоследствии Уэллс продолжал интересоваться темой Красной планеты и в 1908 году даже опубликовал статью «Существа, которые живут на Марсе». Другое обстоятельство, вдохновившее Уэллса – это изменения в мировой геополитике, объединении и милитаризации Германии. Также следует отметить, что в конце XIX века люди по существу впервые стали замечать последствия разрушительного воздействия на биосферу. К 1898 году популяризация, например, американского бизона была почти полностью истреблена человеком. Эти настроения также нашли свое отражение в романе. Рассказчик даже осторожно предлагает читателю поразмыслить, не производит ли его собратья то же впечатление на животных и дикарей, что марсиане произвели на англичан. Если говорить об описании сюжета, то повествование ведется от лица безымянного главного героя – жителя викторианской Англии начала XX века. Герой упоминает о Марсе, поверхность которого охлаждается. Населяющий планету марсиане, наблюдая за благоприятными условиями на Земле, готовится к вторжению. События разворачиваются в Лондоне и его окрестностях – городках Хорсел и Оркинг, графство Сурей. За несколько лет до начала событий астрономы обнаружили сильный свет на поверхности Марса. Затем многочисленные наблюдатели в Англии замечают падение метеорита. Раскаленный метеорит оказывается цилиндром, из которого выползают отвратительные на вид марсиане. Ужаснувшиеся жители в страхе разбегаются. Марсиане начинают захват Англии. Их межпланетные аппараты падали на ее поверхность один за другим. Всего упало 10 цилиндров, и теперь инопланетяне обладают внушительной силой. Главный герой книги спасается бегством, но не успевает отойти за линию фронта. Рассказчик пробирается по опустевшей стране. Герой две недели прячется в погребе разрушенного дома, наблюдая за бытом марсиан. После того, как пришельцы покидают это место, герой выходит из убежища и добирается до Лондона. По пути он встречает людей, рассказавших ему, что марсиане проводят испытания воздушных кораблей, чтобы начать вторжение и в другие страны. Герою книги становится ясно, что человечество проиграло войну миров. У людей нет ни единого шанса против воздушного боевого флота. Достигнув столицы, герой книги видит, что город опустел, и на улицах лежат тела погибших, которые никто не убирает. Но затем он с удивлением обнаруживает, что марсиане остановили свое наступление. Он видит неподвижные треножники, а также голодных птиц, расклевывавших тела умерших марсиан. Как показали дальнейшие исследования, инопланетных захватчиков поразили земные болезнетворные микроорганизмы, против которых у марсиан не было иммунитета. Война заканчивается, Англия начинает постепенно восстанавливаться после катастрофы. Главный герой счастливо обнаруживает свою жену живой и невредимой. С момента приземления первого цилиндра марсиан до их гибели на улицах Лондона, согласно сюжету книги, проходит 21 день. Книга Уэллса считается первой, где была открыта тема вторжения враждебных пришельцев с другой планеты, которая стала чрезвычайно популярна в мировой научной фантастике XX века. Сразу после первого издания книга Уэллса произвела большое впечатление на читающую общественность. Роман был воспринят как жесткая критика имперской колонизаторской политики Великобритании. В произведении мастерски рисуется панорама характеров и реакции человеческого индивидуума на холодную и бесчувственную угрозу инопланетного вторжения. Писатель ставит фундаментальные вопросы о том, куда может завести однобокая технологическая эволюция разума. Безусловно, книга оказала огромное влияние на мировую науку, культуру, литературу. Первое вольное продолжение «Войны миров» вышло в США уже в 1898 году. Это был роман Гаррета Паттна Массервиса «Эдиновское завоевание Марса». Лазарь Лагин написал альтернативный взгляд на «Войну миров» «Повесть майор Уэл Эндию», в котором главный герой – предатель, перешедший на сторону марсиан. Многие писатели-фантасты и критики признавали значительное влияние Уэллса и его «Войны миров» на их творчество. Борис Стругацкий писал о том, что роман Уэллса оказал сильнейшее, прямое, либо косвенное влияние на мировую фантастику XX века. Вообще и на отечественную фантастику в особенности. Так, повесть Стругацких «Второе нашествие марсиан» – своего рода современное переосмысление сюжета Уэллса, в котором конформизм землян, не желающих замечать захват планеты марсианами, доведет до абсурда. Критики Роберта Хайнлайна признавали, что классик американской фантастики был воспитан на произведениях Уэллса и «Войне миров» в частности. Это влияние особенно заметно в романе Хайнлайна «Чужак в чужой стране». Роман Уэллса неоднократно переиздавался. Первое переиздание было уже в 1898 году. Переведен на множество языков земли, стал основой ноги фильмов, спектаклей, комиксов, сериалов и компьютерных игр. Британский писатель-фантаст Кристофер Прист в 1976 году написал роман «Машина пространства», являющийся фанфиком-сиквелом сразу двух романов Уэллса – «Войне миров» и «Машина времени». Главный герой и его подруга-ассистент, создателя «Машина времени» с помощью усовершенствованного варианта машины, способной преодолевать и пространство, попадают на Марс, где вступают в контакт с человекоподобной расой, порабощенной головоногими марсианами. Принимают участие в марсианских войнах и готовящейся революции, потом им удается проникнуть в один из снарядов и вернуться на Землю. Английский писатель Джон Кристофер в 1967-68 годах написал три рассказа «Белые горы», «Город золота» и «Свинца», «Огненный бассейн». А в 1988 году роман-приквел «Когда пришли триподы», описывающие порабощение землян пришельцами и последующую борьбу с ними. Внешний облик марсиан послужил прототипом длиннопланетянина Крэнга, антагониста франшизы «Черепашки-ниндзя», а также жука-мозга из кинофильма Пола Верхомина «Звездный десант». Несмотря на срок давности, роман Уэллса оставался актуальным долгие годы, раз за разом находя новые интерпретации. Кинематографисты продолжают обращаться к великому научно-фантастическому произведению до сих пор, создавая все новые, масштабные и дорогие проекты. По мотивам «Войны миров» было снято семь полнометражных фильмов и пять сериалов, выпущено несколько радиоспектаклей, комиксов и видеоигр, а также создано множество сиквелов и параллельных историй во всех мыслимых форматах. «Марс» создан для фантастов любых жанров и направлений. И, конечно, первооткрывателем является Герберт Уэллс, один из отцов-основателей фантастики как жанра. Он и его легендарный роман «Война миров» вдохновили не одно поколение писателей-фантастов на создание захватывающих произведений об рябе цивилизаций и звездных войнах.